Девушки отдыхают У нас работа и любимое дело, оно совпадает Все время ждала, что когда-нибудь это уже закончится Игорь должен был остаться в дзюдо, и он остался Этот финал на Олимпийском татаме в 2004-м до сих пор сложно забыть В Афинах в решающем поединке против корейца Ян Цухо вышел гомельский парень В Беларуси еще никогда не было своего олимпийского чемпиона в дзюдо Игорь Макаров стал первым и пока единственным Заслуженный мастер спорта Макаров добился успеха не только на играх Он становился бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом Европы Трежды бронзовым и единожды серебряным призером чемпионатов континента Он же неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира по дзюдо В спорт он попал случайно Однажды его отец увидел фильм гений дзюдо и решил сына отдать в профильную секцию Как оказалось, не зря Суть борьбы в том, чтобы получить удовольствие от нее Если выходит, грубо говоря, Буратино какой-нибудь В нашем понятии это человек рыбакоп Что у него, предвидишь его полностью Ну и это как бы схватка, которую ты четко знаешь, можешь определить Как с ним бороться А если выходит такой пластилин, пластичный человек То вот эти схватки очень интересные Сегодня медведь, так Игоря крестили иностранцы, за своеобразную походку тренирует и приобщает к дзюдо гомельчан На вопрос, почему Игорь решил открыть школу дзюдо, отвечает, не было выбора А как по-другому? Идти работать на дядю, ну идти работать там в госструктуру не сильно хочется Была возможность просто поработать на себя Вот сейчас, в данном случае, пока работаю на себя Но, смотрите, тут же мы находимся в зале университета, да Поэтому я еще и в университете, да То есть пошли мне навстречу люди, вот И как бы дали работу в университете еще Из большого спорта Макаров ушел в 35 лет Оставшись не у дел, ему пришлось думать, чем зарабатывать на жизнь Так появился маленький зал в школе Сейчас в областном центре у него работает три зала, в которых занимается 300 человек Игорь сам пишет тренировки и анализирует их результат Мы как бы молодые еще, да, вот, относительно молодые То есть, если что-то надо подсмотреть, смотрю стариков Которые, ну, уже матерые-матерые такие, мастодонты Вот, а молодые, ну, у меня свое видение там, да У, ну, там, у другого там человека, там, моего оппонента, да Свое видение на дзюдо То есть, как такового, обмена оптом нету Игорь Макаров стал первым, кто внедрил клубную систему в подготовку спортсменов Сегодня в Гомеле работают два крупных клуба и столько же помельче Такая система необходима, она помогает выводить дзюдо на новый уровень Клуб, это, он не зависит от государства То есть, мы не просим денег, мы сами на себя зарабатываем Сами, ну, по крайней мере, детский спорт Сами поднимаем детский спорт И чем больше будет таких, как я, тем будет больше у нас детей, занимающихся моим видом спорта И с этих детей мы потом, вот, с большего количества детей мы сможем большую выборку взять Ну, которые будут останутся в профессионалах С уходами спорта для Игоря мало что изменилось Он по-прежнему ежедневно работает на татами Разница лишь в том, что раньше он совершенствовал свои навыки Сегодня помогает с этим детям Кстати, для него, как и для многих бывших спортсменов Тяжелее наблюдать за выступлением своих воспитанников Чем выходить на поединок самому Борешься один, ну, ты же только за себя отвечаешь И четко ты можешь, ну, сказать, что Я здесь ошибся, или я здесь, там, хорошо себя повел А дети, ну, иной раз хочется выскочить на татами и побороться за них А когда их 15 человек, то есть, ну, нервная встряска очень жесткая Работать с детьми Игорю нравится В такой деятельности приходится много отдавать Как говорит Макаров, если с детьми лукавит, то очень скоро они почувствуют эту фальшь Хороший тренер детский Это тот, который может заинтересовать ребенка Уговорами, примером, я не знаю, там, чем еще угодно Ну, найти какую-то мотивацию, чтобы ребенок остался у тебя Не просто он пришел и ушел А он остался здесь, в этом зале То есть, частичку себя тоже оставил Это очень важно Кумирова Макарова нет Как он говорит, дзюдо учит, что идолов быть не должно Единоборец себя создает сам Хотя без примеров, конечно, не обходится Когда Игорь был действующим спортсменом То многие броски и движения на татами Подсматривал у своих более опытных коллег Самый яркий, который приходит на ум, это Кого Это, ну, такой грант, очень мощный дзюдоист был в свое время Японец Смотрел, как он именно, как он борется На татами Игорь никогда не боялся выходить На каждое выступление дзюдоист Макаров шел с мыслью А попробуй-ка меня бросить Если ты приходишь, как бы, бороться Оно четко, ну, попробуй Попробуй вот только вот со мной побороться И все, ну, потому что мы вот, ну, сам на сам выходим Есть люди, с которыми очень интересно бороться То есть, которые неадекватно, ну, ведут себя на татами То есть, когда у него отдельно работают руки от ног Ноги от плечей, плечи от головы Да, вот с этими людьми бороться интересно Кстати, Гомель не родной, город Игоря Сюда он приехал в 1987 году из Кимры Что в Калининградской области Однако именно здесь он начал заниматься спортом Под руководством Владимира Владимировича Асина В интервью олимпийский чемпион говорил Что ему повезло с тренером Он его безмерно уважает У меня очень был хороший тренер Очень классный, да, вот Но моменты, которые... Дзюдо же, оно развивается все Моменты, которые вот я сейчас допетрил И допетрил уже где-то, будучи там уже взрослым спортсменом Я вот сейчас это детям передаю Если бы мне изначально это дали Ну, я бы минимум как медведь был Ну, этот... Ну, я имею в виду фамилию Медведь Да, минимум трехкратным олимпийским чемпионом стал В Гомеле же встретился и со своей супругой Еленой Которая была его одноклассницей Вместе они уже 26 лет Жена Игоря его вдохновляет и мотивирует Они работают вместе Макаров тренирует, а она директор и бухгалтер в одном лице Путь к такой заветной медали спортсмен когда-то преодолевал вместе с супругой Он на татаме, она у экрана телевизора На олимпиаде, конечно, переживала очень сильно Ну, точно так же переживала и на других соревнованиях Смотрела всегда Страшно, но смотрела Ну, просто еще, как правило, бывало такое, что редко, когда это был прямой эфир То есть смотрела уже в записи, уже когда смотришь и знаешь результат Уже оно немножко по-другому воспринимается Осознание, что стал олимпийским чемпионом, Игорю пришло спустя годы Когда спорт – это профессия, отношение другое Завоевал медаль, поднялся на Олимп, а на следующий день снова на тренировку После завоевания титула олимпийского чемпиона у Игоря была внутри пустота С таким состоянием он боролся больше года В этом ему помогала его жена Понятно, что вот олимпиада – это вот вершина, да, там, вообще карьеры спортсмена Но много кто борется и на второй, и на третий цикл Поэтому вот раз и все А насчет эмоций я уже говорил Как бы тут борешься не только своим телом, но еще и внутренним миром своим То есть отдаешь все, что есть Эмоций ноль Вообще полностью опустошение идет Ну, после олимпиады, я говорю, спасибо Лене, еще она меня выхаживала, наверное, полгода, да Чтобы именно эмоциональный фон, психоэмоциональный фон свой Хоть на уровень какой-то поднять нормальный, да Я не скажу, что была там суперэйфория, да Но внутри как бы действительно так тяжело это было К спорту Елена не ревнует, говорит, что привыкла Дзюдо всегда было в их жизни, по-другому она не представляет их совместную жизнь Ссоры за спортивные карьеры Игоря не возникало Он всегда находил время и для будущей на тот момент супруги, и для спорта Когда олимпик уезжал на соревнования или сборы, то очень скучал по своей любимой Это же семья, это нечто такое очень-очень близкое И когда, ну, в силу профессии уезжал, он постоянно в мысли Это первоочередное, наверное, когда дома все хорошо Все красиво А вот когда, ну, близкие тебе люди понимают, чем ты занимаешься И смогут тебя оградить, в принципе, от того, от бытовухи, от обычной Ну, чтобы ты вот занимался конкретно своим вот этим делом Вот это, ну, это огромное подспорье Часто, да, отсутствовал, это тяжело Ну, как-то привыкли к этому Но я, если честно, все время ждала, что когда-нибудь это уже закончится И Игорь будет дома Ну, дождалась Макарова воспитывает двух дочерей, но девочки не пошли по стопам отца Этого бы Игорь и сам не хотел Его старшая занималась восточными танцами, не раз завоевывала медали на соревнованиях Младшая пока не определилась, чем хотела бы заняться Профессиональный спорт – это очень тяжело Мне повезло с супругой, потому что она сделала так, что вот меня не интересует вообще окружающий мир То есть она все вопросы, все дырки закрывала И я не думаю, что для девочки вот она сможет найти себе такого спутника Ну, не думаю, да, вот Ну, чтобы вот заняться именно профессиональным спортом А любительским, ну, дзюдо как-то, не знаю, сразу Лена у нас же не дзюдоистка, вот Она хотела, чтобы девочка выглядела девочкой, вот, ну, поэтому танцы Ну, на детском уровне я уже как-то стала разбираться Когда Игорь боролся, я только знала названия бросков Но когда там они происходили, я не могла понять, вот, что именно он сейчас сделал То есть она научилась уже быть секундантом, кричать «давай-давай» Ну, это тоже, ты же сам сказал, поддержка нужна, вот Сейчас у Игоря одна цель – воспитывать и развивать детей Макаров работает с малышами, консультирует сборников Он не хочет делать из них роботов, у которых перед глазами маячит лишь золото И моя задача ребенка – развить Не воспитать его чемпиона, не сделать с него убийцу, грубо говоря, ну, да, на ковре А именно развить ребенка всесторонний – это раз А второе, главное – заинтересовать его, чтобы он остался в спорте Не важно, в моем спорте, в виде спорта или в другом Очень важно, чтобы, ну, ребенок действительно сам понял, что ему нужно заниматься физкультурой либо спортом На тренировках Игорь много шутит Как он говорит, это помогает расслабить спортсменов в плане личных проблем и настроить их на рабочий лад Я не скажу, что вот есть определенное клише тренера, нет его Ну, кто-то, наоборот, как бы по голове гладит, да Ну, у каждого свой подход Вот у нас в клубе есть тренер, который действительно, ну, такой строгий, жесткий очень Оно видно даже по его взгляду, по его разговору Ну, дети ж, ну, с ним работают Кто-то даже просит, чтобы там и наказывали, кто-то говорит, ой, вы очень мягкие, типа, моего можно и больше как-то так с ним строгость проявить Поэтому, ну, тут еще тоже, как у кого в семье заедено На детских соревнованиях, куда ездят подопечные их клуба, Игорь и Лена также вместе стоят у татами Эмоции на турнирах зашкаливают Ты руки потеют, ты трясешься и уже даже себя, бывает, не контролируешь И детям это нравится, что некоторые, ну, которые уже привыкли, что, ну, что все время мы ездим, они как-то так вот даже глазами ищут Ну, вот они видят, что вроде бы, когда с ними рядом, их поддерживают, и, может быть, это какое-то придает уверенности Ищут тебя Ищут меня Потому что она добрая Мамку А я у меня иной раз и такое нормальное словцо выскакивает, да, потому что смотришь и думаешь, кто же вас учил Нет, а я всех жалею, они у меня все молодцы, я всегда всех хвалю, они самые лучшие у меня Работа и любимое дело, оно совпадает, поэтому Еще и деньги за это платят Да, да, поэтому здесь, как бы, тут даже без вариантов Игорь должен был остаться в дзюдо, и он остался Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова